Прессинг со стороны финансовой полиции по отношению к активистам оппозиционных организаций Начался в конце мая текущего года. Это было связано с церемонией вручения премии «Свобода». Церемония была сорвана. Тогда был произведен обыск у нас в офисе и у меня на квартире. Были изъяты все статуэтки премии «Свобода», изъята вся оргтехника, сотовые телефоны и многое другое. Затем этот прессинг продолжался. Он затухал периодически, а потом вспыхивал. Обострилось все в июле месяце, когда мы проводили собрание демократической общественности. 12 июля в регионах финансовая полиция занималась политическим сыском. Вызывали всех делегатов этого собрания, требовали, чтобы они отказались, сдали билеты, давили на родственников и так далее. Тогда демократическое собрание 12 июля все-таки провели, но некоторые инициаторы этого собрания, в частности я и Булат Абилов, не смогли принять участие в этом мероприятии, так как на день проведения собрания мы получили повестки, и мы провели фактически этот день в здании финансовой полиции города Алма-Ата. Потом была продолжительная пауза, несколько месяцев, и вот начиная где-то с 10 октября, уже за активистов бывшей партии Алма, вновь взялись сотрудники финансовой полиции, и сейчас Ковшитау, Семпалатинске, Таразе, Караганде, Ускамегорске, Семпалатинске людей вызывают в финансовую полицию, в департамент финансовой полиции и требуют, чтобы они дали показания против меня, требуют объяснить, почему активисты продолжают деятельность, хотя партия Алма-Ата решением суда запрещена. Вот уже за второй половинного октября меня трижды вызывали по повестке финансовую полицию города Алма-Ата. Вчера я получил подписку о невыезде. Честно говоря, я сам точно не знаю свой статус, кто я, подозреваемый, обвиняемый, свидетельный, то, что они проводят, они называют опросом, вроде бы и даже не допрос, но в то же время говорят о том, что рано или поздно по этому делу будет возбуждено уголовное дело, и я буду привлечен к ответственности. Я понял одно, они обвиняют, хотят обвинить нас по двум статьям Уголовного кодекса. Первая статья – это использование финансовых средств, которые приобретены преступным путем, то есть пытаются связать нашу деятельность с делом БТА-банка и с личностью Мухтара Кабулыча Аблязова, который в настоящее время находится в тюрьме во Франции. И второе обвинение, которое они собираются предъявить к нам – это деятельность общественной организации, которая запрещена решением суда. Финансовая полиция, она в принципе должна заниматься своим делом, а в руках Комитета национальной безопасности финансовая полиция фактически занимается политическим цирском и стала оружием против оппозиционного деятеля. Дело в том, что мы, как общественные деятели, не прекратили свою деятельность. Да, партия ОЛГА закрыта решением суда, партии нет, но мы выступаем не под флагом Народной партии ОЛГА, мы представители различных общественных организаций, не просто физические лица. И идеалы мы свои сохранили и продолжаем, допустим, бороться за свободу Владимира Козлова или за справедливое решение вопроса с Аблязовым и Александром Павловым. Проводим акции. И это власти не нравится, и власть использует против нас финансовую полицию, и пытается нас сделать коррупционерами.